Май 1941 года. В честь дня трудящихся Советский Союз устраивает большой военный парад. По Красной площади маршируют пешие войска, едут танки, артиллерийские орудия, летят самолеты. Почетные гости смотра – генерал нацистской Германии Эрнст Кёстринг и полковник Ганс Крепс. Сталин надеется – увиденное произведет на немцев впечатление. Донесения разведчиков о скорой войне утихнут. Пакт о ненападении, подписанный с Германией, будет сохранен. Для простых жителей жизнь идет своим чередом. В паре Хвозуева под военный призыв попадают Константин Курылов и его друг Сергей Сиренов. 20-летние парни без доли сомнений идут отдать долг родине. Домой то и дело летят добрые вести. Недалеко от нас есть дом Красной Армии, где три раза бывают танцы. Танцуют плоховато, но я показала класс танца. 21 мая получил первую получку – 10 рублей. Ходили в дом Красной Армии, после чего смотрели картину «В людях выборская сторона Василиса Прекрасная». Сообщаю, что получил записку через Сережу от Софьи. И уже сообщаю, что меня перевели в полковую школу по спецрадио. Начало июня 41-го года. Германия уже вовсю готовится к нападению на Советский Союз. На столах военачальников лежит план Барбаросса. Нацисты планируют одолеть Красную Армию в кратчайшие сроки. Несколько точечных ударов должны лишить Совета оборонительной способности. Пока Германия стягивает войска и готовится к нападению, солдаты Красной Армии ведут привычный образ жизни. Константин Курылов продолжает слать письма домой, радуя рассказами маму и младшую сестренку. 8 июня. Сегодня у нас радостный день. Сегодня мы принимаем присягу на службу народу. Присяга принимается так, что приходится каждому перестроим прочитывать текст присяги и после чего расписываться. Мне же пришлось втрою стоять недолго, так как я занимался оформлением. На днях у нас у Сережи сегодня... А, на днях был у Сережи. Сегодня он должен ко мне прийти. Это 8 июня. В ночь с 21 на 22 июня земля содрогнулась от массированных ударов фашистов по нашим городам и воинским соединениям. В считанные дни были уничтожены десятки войсковых штабов, парализована работа служб связи, захвачены стратегически важные объекты. Советский Союз объявляет о всеобщей мобилизации. Действующие красноармейские подразделения перемещают, как фигуры на шахматной доске. Константин Курылов вновь шлет весточку домой. Мама, я сейчас очень вспоминаю вас. Иногда от этих мыслей мне делается очень тяжело и грустно. Сейчас мы занимаемся по 14 часов. Спим мы до сегодняшнего дня где и как придется. Под лунными ночами и на земле. Но теперь сделали шалаш. Каждый при дожде делается как решето. Лагерь у нас уже весь разъехался. Сережа уедет 26-го. Но мы тоже должны на днях выступать. Уже заполнили посмертные карточки, которые будут храниться у нас. А также жетончики, которые укладываются эти карточки. 24 июня. План Гитлера почти удался. Плицкрик позволил немецкой армии продвинуться далеко вглубь страны. Потери Советского Союза огромны. Вчерашним новобранцам приходится нелегко. Их, как и опытных солдат, отправляют на фронт. 17 июля от красноармейца Курылова приходит очередное письмо. Шу я свой красноармейский боевой привет и массовый лучших пожеланий. В настоящее время сообщаю, что жив и здоров. Я очень извиняюсь, что долго не писал вам письма. И вы в это время думали про меня и не могли понять, что со мной делается. Делается со мной то, что сейчас нахожусь в Орловской области. Город Новозыпка, в котором уже живем более полмесяца. Живем мы в большом лесу под открытым небом. Все очень хорошо и очень много ягод. Лес очень хороший. Спим на земле, одеваемся куртками. Погода пока очень хорошая. Так что ночи очень теплые. Кормят нас ничего так, что обижаться не приходится. В частности, службы, конечно, трудно. Но что же делать? Ведь мы в армии поехали не к маме родной, а служить. И к часу на час выступать в бой. Бой для нас первый был очень страшным. Но теперь мы привыкли к бомбежкам, от которых гибнет масса людей. Налеты бывают каждый день по несколько раз. Иногда приходится испытывать тяготы службы и походы. Сереже Сиренову я вижусь каждый день. Так что нам скучать с ним очень хорошо. Когда вдвоем и умирать будет весело. На этом я заканчиваю письмо. Адреса нет обратного. До свидания. Крепко целую маму Любу. Передавай привет моим товарищам, которым тоже достается испытать все, что мы знаем. Что происходит. Писать не буду. И только скажу, что жутко и страшно. Это последнее письмо, полученное родными. В ноябре 41-го года матери придет извещение. Ваш сын пропал без вести в боях под Москвой. Его тело так и не будет найдено. Его письма станут семейной реликвией. Перечитывать их без слез родные не смогут. Константин Курылов прожил недолгую, но насыщенную жизнь. Его смерть не была напрасной. Битва за Москву войдет в учебники истории как переломный момент Великой Отечественной войны. Именно здесь будет одержана стратегически важная победа, с которой и начнется череда успешных операций Красной Армии. Враг будет повержен. Продолжение следует...